Без чего не бывает лето? Солнца, фруктов, отдыха. А еще лето не бывает без отключения горячей воды. Ну а его, соответственно, вряд ли кто-то представляет без многочисленных кастрюль, ведер и ковшей. Вообще-то эта кастрюлька у меня используется для консервации. Я тушу там овощи, делаю салаты, всякую такую капусту. Но это ближе к осени. А пока кухонная утварь – главный атрибут в ванной комнате. С 1 июля в Химках проводят плановое отключение горячей воды. Елена Павлюкова к временным лишениям готова. Впрочем, 10 дней, говорит, не так уж и много. К тому же у холодной H2O тоже немало полезных свойств. Нас как-то это не беспокоит. И умываемся мы холодной водой даже по утрам. Это очень даже как бы бодрит с утра перед тем, как идти на работу. Поэтому мы только за. Живет Елена с дочерью. Обычно в ванной каждая проводит в среднем полчаса. С тазиками, конечно, долго не засидишься. Получается, за 10 дней можно еще и сэкономить на коммуналке. Ведь на одно купание сейчас уходит вот такое ведро. В нем на вскидку около 10 литров. Отключение горячей воды проводят ежегодно. Это необходимость. Только так специалистам удастся подготовить тепловые сети к зимовке. С графиком отключения горячего водоснабжения жители обслуживанием домов, которых занимается управляющая компания МОП Жилищного городского округа Химки, могут ознакомиться на нашем официальном сайте. Ранее без горячей воды люди были вынуждены жить две недели. Теперь же сроки не превысят 10 дней. Возобновить подачу горячего водоснабжения специалисты обещают в срок. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.